Здравствуйте, дорогие друзья! Начался сезон кабачков и часто возникает вопрос, что же из них приготовить? Мы предлагаем вам рецепт очень вкусной и легкой закуски из кабачков с пятью разными начинками. Для всех пяти закусок нам понадобится кабачок, обжаренный на сковороде гриль. Для этого кабачки нарезаем тонкими пластинками толщиной около 2,5-3 мм. Можно использовать терку, как это сделала я. Затем обжариваем их на сковороде в течение 2-3 минут с каждой стороны на огне выше среднего. В первой начинке используется ставшее классическим сочетание красной рыбы и свежего укропа. Итак, на кабачок намазываем небольшое количество маскарпоне. Можно использовать любой другой сливочный сыр. Перчим. Сверху кладем кусочек красной рыбы. Если рыба не очень соленая, по вкусу можно подсолить. На рыбу кладем веточку укропа и сворачиваем в рулет. Для второй начинки приготовим хумус. В чашу блендера кладем отваренный или консервированный нут, добавляем перец, соль, кунжутную пасту и пару веточек базилика. Пробиваем все блендером. Консистенцию можно регулировать растительным маслом. Массу намазываем на кабачок. Кладем половину помидора черри и сворачиваем в рулет. Третью начинку приготовим из маслины и оливок. Для этого кладем в блендер, добавляем половину или целый зубчик чеснока по вкусу, каперсы и несколько веточек орегано, либо другой ароматной травы на ваше усмотрение. Добавляем оливковое масло. Перемалываем до получения однородной массы. Если масса получается слишком сухой, в нее можно добавить одну-две столовые ложки воды. После этого добавляем кедровые орехи, оставив чай для украшения и еще раз пробиваем все в блендере не очень долго. Оливковый паштет равномерно распределяем по всей поверхности кабачка. Сворачиваем рулет. По желанию можно поперчить. Украшаем кедровым орешком и листиками ароматных трав. Для следующей начинки мелко нарезаем зелень, любую по вашему вкусу. Также мелко режем каперсы. Основным ингредиентом здесь является тунец, который можно заменить любой консервированной в масле рыбой. Итак, в тунец добавляем нарезанную зелень и каперсы. Чтобы начинка не была слишком сухой, масло из консервов сливаем не полностью. При этом следует учесть, что каперсы, которые добавляла я, уже достаточно соленые. Если вы не будете их добавлять, то начинку следует подсолить. По вкусу добавляем черный перец и перемалываем все в блендере. Получившийся паштет раскладываем на кабачки и сворачиваем их в рулеты. Для того, чтобы они не раскручивались, их можно перевязать любой зеленью, например, шнит-луком или той же петрушкой. И, наконец, пятая начинка. Для нее нам понадобится рукола, моцарелла и вяленые помидоры. Моцареллу и помидоры режем на небольшие кусочки. Кабачок перчим. Сверху кладем кусочек моцареллы, вяленого помидора и несколько листочков руколы. Сворачиваем в рулет и закрепляем шнит-луком. Сверху можно полить оливковым маслом и сбрызнуть бальзамическим уксусом. Такие закуски можно подавать как в виде аперитива, так и просто разнообразить меню праздничного стола. Готовится не очень легко, а своей изысканностью порадует Вас и Ваших близких. Пишите в комментариях, какой из рецептов Вам понравился больше. Приятного Вам аппетита! Для Вас магия простых рецептов!